В преддверии 80-летия освобождения Беларуси работники сферы культуры не сидят на месте. Накануне праздника заслуженный белорусский коллектив «Свята» из Минска и небезызвестный бобруйский шинанай заглянули на огонёк в 83-й полк. И несмотря на то, что над головой мирное небо, а в душе покой, не лишним было вспомнить славную традицию и поднять боевой дух защитникам Родины. Программа насыщенная, яркий красочный концерт, лектории с кинопоказами. Солдаты не только отдохнули душой и телом, но и узнали много интересных фактов. Как образовывались боевые агитбригады, кто входил в состав и почему так важно было на фронте создавать хорошее настроение. Нашу воинскую часть посетил коллектив, заслуженный белорусский коллектив «Свята». «Это очень значимое высокосоциально-культурное событие произошло в полку. Все остались очень довольны. И я думаю, что это очень значимое мероприятие, потому что нашим военнослужащим необходимо напоминать, а также всему личному составу, о значимости даты, которая будет 3 июля». Небольшой актовый зал был заполнен полностью. Защитники заворожённо смотрели на сцену, с которой лились песни и звонкий смех. Довольны остались как солдаты, так и гости части. «С большим удовлетворением хочу отметить достойное выступление этих коллективов, которые донесли не только свои творческие начинания, но и рассказали нам об нашим военнослужащим, нашим солдатам, гостям. Вообще моменты Великой Отечественной войны, которые требуют напоминания нам всем, чтобы мы с достоинством и честью несли гордость народа-победителя, народа-труженика, народа Беларуси. Спасибо творческому коллективу, спасибо всем, кто принимал участие в данной прекрасной акции». Акция «Боевая агитбригада» продлится до 23 июня. Творческие коллективы проедутся по всей Беларуси, чтобы на своём примере показать. Магия песни может всё – исцелить душу, придать сил и укрепить веру в то, что всё по плечу. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.